Идея установить новую входную группу в Парке Победы появилась в прошлом году. Действующее подобие триумфальной арки устарело. Конструкция, обшитая профлистом, давно исчерпала свой ресурс. Да и нынешняя парковка не справляется с наплывом гостей. Архитекторы долго работали над концепцией нового оформления. В итоге отдали предпочтение лаконичности и строгости. По задумке новый вход станет символом стремления людей к победе. Для его строительства выбрали два грубых материала. Металл и бетон. И мы должны понимать, что та мирная жизнь, которую мы получили благодаря победе в Великой Отечественной войне, она далась не просто так. Она далась ценой жизнью миллионов людей. И ценой страшной трагедии, которая произошла. Картину дополнят мощением дорожек. Оно будет в серо-белых-черных цветах. Параллельные линии протянутся от площади парка до нового входа. К слову, его обещали закончить еще в прошлом году. Об этом писарят все новостные сводки. Однако сроки сорваны. Ответственные за проект обнадежили. Реконструкцию все же ждет счастливый финал. Но только в конце этого лета. Пока же раскопанная территория и спецтехника будут дополнять пейзаж просторов парка. Предварительно они сообщают, что до конца августа работы будут завершены. Стараются успеть до начала августа завершить работы. То есть план они разрабатывают своих действий, чтобы все у нас в идеале завершилось до 1 августа. Будем надеяться, что у них все получится. И очень хочу, чтобы мы с вами где-нибудь в первых числах августа собрались здесь в парке для открытия торжественно новой входной группы, новой площадки. Обещание прозвучало, журналисты запомнили. К установленному сроку будет готова и дополнительная парковка. Действующую же пока убирать не планируют. Это касается и нынешней входной группы. В дальнейшем ее хотят отреставрировать. Так гости парка сами смогут выбирать, с какой стороны им удобнее пройти к зеленым зонам или развлекательным площадкам. К слову, на них к празднику Великой Победы организуют развлекательную программу. Интересную акцию решили сделать. Нужно будет отжаться за каждый мирный день после Победы. Да, нужно будет отжаться. Я вам сейчас скажу, сколько раз. 28 489 раз. Также будет работать полевая кухня. А для ценителей моды пройдет показ в стиле 40-х, 50-х годов. Если же захочется провести время с огоньком, доступны все аттракционы парка. Их руководство старается обновлять регулярно. Рядом с каждой каруселью висит табличка с регистрационным номером. Это своего рода знак качества, говорящий о том, что развлекательная машина в соответствии с графиком проходит техническое обслуживание и совершенно безопасно. Александра Никитина и Даниил Сурков. Улправда. ТВ.